Пару лет назад один мой друг был в Бангкоке на бизнес-конференции. Он такой, знаете, крупный парень, метр девяносто, и он очень мускулистый. Он решил, а пойду-ка я прогуляюсь, есть свободное время, пойду осмотрюсь. На нем была футболка, приличные брюки, хорошая обувь. Он пошел погулять, чтобы осмотреться по сторонам, пройтись. Трое парней засекли его и вытолкали в переулок. Они собирались его ограбить. То, что произошло потом, сильно смахивает на сценарий фильма. Но это произошло на самом деле. Двоих он вырубил, их отвезли в больницу, третий убежал. А мой друг уехал из Бангкока через 48 часов. Он был серьезно напуган. Он с содроганием вспоминает тот день и про травмы, которые он нанес. Ребята, на этом канале мы много говорим о стиле, о том, как вызывать у людей уважение, как выглядеть как можно лучше и как выделяться из толпы. Но сегодня все будет по-другому. Мы поговорим о том, как быть непримечательным человеком. Человеком, который может затеряться в толпе, которого трудно заметить. Что ж, приступим. Правило номер один для человека-шпиона – никаких ярких цветов. Никакого красного, оранжевого, ярко-желтого. Ребята, будьте проще. Шпионы сливаются с серой массой и неспроста. Не обязательно носить одежду серого цвета. Но лично я люблю серый, потому что серый он какой? Есть 50 оттенков серого. А если серьезно, есть светло-серый цвет, темно-серый, угольно-серый. Много вариаций серого цвета. И если вы выбираете серый, вам легко создать гардероб, в котором предметы одежды будут легко сочетаться друг с другом. Вы не должны надевать одежду светлых тонов, а именно белого цвета, потому что белый цвет яркий и он привлекает внимание. Одежда белого цвета не так уж часто встречается, чтобы вы не думали. Однако при определенных обстоятельствах, и мы еще поговорим, когда белый цвет совершенно уместен. В целом же, вам нужно убедиться, что вы не выделяетесь из той среды, где вы находитесь. Многие мужчины во всем мире одеваются в одежды очень простых темных цветов. Да, и если вы носите с собой пистолет и не хотите это афишировать, темные цвета одежды вам в помощь, потому что очертания оружия не скрывают лучше. Контуры ствола проступают сквозь светлую одежду. И чем меньше оружия, тем его легче скрыть от посторонних глаз. Вот здесь у меня Сиг Сауэр, Пи-365, САЕС. Отличный пистолет. Еще есть Спрингфилл Тармор и Хеллкет. Любой из этих пистолетов трудно заметить, если вы их правильно носите. Но если это большой пистолет, например, Беретта 92 ФС. Был у меня такой во времена службы в морской пехоте, я ношу его не каждый день. Если вы хотите носить большой ствол, надевайте одежду темных цветов. Кроме того, одевайтесь многослойно, чтобы ненароком не выдать тот факт, что вы вооружены. Так а что насчет стиля? Следует ли всегда носить толстовки? Многие говорят, мол, это и есть шпионский стиль. Я же скажу нет. Потому что если вас окружают люди в костюмах, вам вряд ли захочется надеть толстовку, потому что сюрприз-сюрприз, вы будете выделяться. И если вас окружают люди в худи, вам вряд ли захочется надеть костюм. Обращайте внимание на свое окружение. Обращайте внимание на одежду людей вокруг вас. И я советую вам одеваться многослойно. Вам это пригодится, если вы действительно хотите не выделяться из толпы. Вы можете всегда снять с себя какую-то часть одеяния, если вас заметили, и вы хотите уйти от слежки, изменив свой внешний вид. Если вы обращаете внимание на стиль вашего окружения, вы не будете выделяться. Вы можете находиться в Нью-Йорке или в Чикаго или в Лос-Анджелесе. Оказаться на мероприятии, на котором будет от 200 до 300 человек. Большинство из мужчин в Нью-Йорке наденут костюмы. И что надеть вам? Вы можете надеть темно-синий костюм. Главное не переборщить с нагрудным платком. С обувью тоже не стоит выделяться. Белая рубашка, синий костюм. Все это описывает половину профессионалов в Нью-Йорке. А что происходит в Чикаго? Хороший спортивный пиджак не привлечет избыточное внимание. Еще простая белая рубашка пола или классическая рубашка джинсы, может быть коричневые туфли. Стиль должен быть простым. Чтобы одеться так, как одевается большинство. Ничего яркого. Избегайте ярких цветов, нагрудных платков или галстюков, которые слишком выделяются. Ничего кричащего. Этого не нужно. Помните, это главное. А теперь, господа, если вам понравилось это видео, сделайте мне одолжение, поставьте видео лайк. Серьезно, ребята, для меня это важно. Интересно ли вам смотреть это видео и собираетесь ли вы пойти в кино на новый фильм с Райаном Гослингом? Пишите в комментариях. Лично я люблю хорошие боевики. Третье правило. Люди об этом обычно не думают, но старайтесь сильно не оголяться. Например, лучше надеть рубашку с длинным рукавом, если у вас есть татуировки. Это действительно важно, потому что вас могут быстро распознать как человека с определенными татуировками. Кроме того, если вы обнажаете слишком много кожи, помните, что это трактуется с подтекстом сексуальной привлекательности. Это то, что запоминается даже у парней, не только у женщин. Так что не надевайте рубашку с короткими рукавами, надевайте одежду с длинными. Так что не надевайте рубашку с короткими рукавами, надевайте одежду с длинными рукавами. И не забывайте о своем цвете кожи. Чем меньше обнаженной кожи вы покажете, тем хуже вас запомнят окружающие. Вы затеряетесь в толпе. Четвертое правило – следите за своими жестами, за своими манерами. Посмотрите на движение косяка рыб. Все рыбки в стае двигаются все вместе, в унисон. Если их преследует хищник, только те, кто выбивается из стаи, кто двигается не так, как все оказываются в зоне риска. Именно их в итоге съедают. Вы же не хотите повторить их судьбу? Если вы хотите не выделяться, дело не только в том, как вы одеваетесь и вписываетесь в окружение. Ваши жесты и движения тоже должны вписываться. Например, если толпа движется в одном направлении, вы тоже должны идти в этом же направлении. Если толпа движется быстро, и вы двигаетесь быстро. Если другие замедляются, и вы идете медленнее. Помните главное, вы не должны совершать нервные, возбужденные движения. Если все глядят в одном направлении, точно не нужно смотреть в другом. Конечно, вы можете посмотреть в другом направлении, но это должно выглядеть естественно. Главное, обращать внимание на то, что происходит вокруг вас, и вписываться в окружение, сливаться с ним. Если вы будете делать какие-то подозрительные движения, вы навлечете на себя нежелательное внимание. Правило пять. Избегайте болтовни. Не разговаривайте с другими. Если вы не хотите, чтобы вас заметили, не болтайте с окружающими. У всех нечто подобное происходило в обычном магазине. Вы вдруг узнали кого-то, вы хотите поговорить с этим человеком. И что вы делаете? Вы двигаетесь к нему навстречу. Вы пытаетесь установить зрительный контакт. С другой стороны, если вы пытаетесь избежать контакта, вы будете смотреть в другую сторону, и двигаться будете в другую сторону. Как будто вы ничего не заметили. Именно так вы и должны вести себя. Вы не должны приближаться к людям слишком близко, чтобы они не имели возможность вступить с вами в диалог. Теперь давайте поговорим об экипировке шпиона. Ваша обувь должна быть серой. Да нет, шучу я. Обувь не должна быть серой. Мы уже говорили об этом, это одно из правил. Вот эти туфли, вероятно, выделялись бы из толпы из-за белого цвета, из-за контраста. Я бы, наверное, надел черные туфли. Но я бы хотел поговорить о том, что как шпион вам нужно выбирать обувь, в которой вы сможете свободно передвигаться. Вы никогда не знаете, что может произойти в любой момент. Вам нужна обувь со шнуровкой. Любая обувь, которая легко надевается, также легко снимается, которая не слетит с ноги и в которой комфортно. Лично я думаю, что ботинки – это один из лучших вариантов. Есть нарядные ботинки. Есть повседневные ботинки. Если так получилось, что у вас оказалась всего одна пара ботинок, что бы вы не выбрали, вы не прогадаете, если возьмете ботинки на резиновой подошве, в которых вы сможете быстро передвигаться. И я не могу поверить, что говорю это, но подумайте о кроссовках. Что-то, что не будет привлекать внимания посторонних, но в чем вы сможете быстро двигаться, что-то удобное на шнуровке. Но что если вам нужно быть в нарядных туфлях? Выбирайте что-то практичное. То, в чем бы вы ходили в офис каждый день. Я полагаю, что броги выглядят стильно, и их обычно не замечают, они не выделяются. И у подошвы должно быть хорошее сцепление с дорогой, должно быть трение. У этих резиновый каблук. В них вы сможете быстро разворачиваться на каблуках и убегать. Поговорим о брюках. Все зависит от ситуации, но я бы присмотрелся к повседневным брюкам. Эти мне нравятся, потому что в них комфортно, ткань хорошо дышит. И в них можно быстро передвигаться. Они могут быть и на выход, и в повседневной носке. И обратите внимание, они хорошо смотрятся в сером цвете. Ведь что хорошо в сером, он подходит почти ко всему. Пожалуй, джинсы это самый простой вариант, который большинство людей используют по умолчанию. Выбирайте темные джинсы, которые вам подходят. Может быть, джинсы из потертого материала. Вот эти, практичные, недорогие, наверное, половина парней, с которыми вы сталкиваетесь. Даже больше 75% парней, с которыми вы случайно сталкиваетесь на улице, одеты в джинсы. Представьте, например, кто-то захотел описать вашу наружность. Он был одет в синие джинсы. Окей, в них ходит половина планеты, верно? Далее рубашки. И вот такая футболка поможет вам избавиться от ошибок. Не надевайте футболки с надписями, с логотипами и рисунками. Все это привлекает внимание, которого вы пытаетесь избежать. Простая белая, черная футболка. Футболка с V-образным вырезом. Если хотите надеть классическую рубашку, выбирайте белую или светло-голубую. Что-либо другое больше запомнится. В белых рубашках будут где-то 70% парней. Остальные 20-25% наденут светло-голубые. Некоторые парни любят надевать рубашки розовых оттенков. Избегайте этих цветов. Выбирайте простые белые рубашки. В этих случаях они будут хорошим выбором. Если вы находитесь в тропиках, постарайтесь наблюдать за вашим окружением, что носят люди. Я ношу простые рубашки пола. В них я выгляжу цивилизованно. Вы должны вызывать у людей доверие, а не выглядеть как бездомный. Вам ни к чему выглядеть как какой-то рейнджер из кино. Ведь если вас остановит полиция или вам начнут задавать вопросы определенные лица, правительство, вы должны выглядеть хорошо, соответствующе. Как опрятный гражданин. Вы не должны быть похожи на бомжа. Вы должны выглядеть как обычный парень, может одетый немного лучше остальных. Поговорим о толстовках, и я понимаю, почему их так любят люди, которые не хотят выделяться. Они очень функциональны. Вы можете идти, закрыв голову и лицо. Вы можете выбрать толстовку любого цвета. Люди часто их носят. И я думаю, что для человека-шпиона такая одежда подойдет. Но помните, никаких броских логотипов. Толстовки серых, черных, темно-синих цветов – вот ваш выбор. Не нужно выбирать слишком большие размеры. Но размер должен быть достаточно большой, чтобы можно было ее надеть сверху чего-то другого. Преимущество в том, что можно надеть рубашку другого цвета. Может на вас темно-синяя рубашка, а толстовка светло-серая. Так вы можете всегда ее снять. И если кто-то скажет, «Эй, я видел какого-то парня в светло-серой толстовке и синих джинсах», вы внезапно оказываетесь в черной рубашке и синих джинсах, и описание получится совсем другим. С толстовкой вы можете наслаивать предметы одежды один на другой и менять свой вид, если вас вдруг заметили. Далее – пиджаки. Когда я говорю «пиджаки», я не имею в виду только костюмные пиджаки или спортивные пиджаки. Хотя и эти в подходящей ситуации могут быть совершенно анонимными. И в них можно вписываться в окружающую среду, но присмотритесь к черной кожаной куртке, черному пиджаку. Вот такой простой пиджак. Хороший вариант. Возможно, стоит выбрать рубашку и пиджак. По-моему, Джеймс Бонд ходил в таких, кажется, фильме «Квант милосердия». Отличный образ получился. Поговорим о часах. Если вы носите дорогие часы, вас легко заметить. Например, Rolex или Patek. Многим людям знакомы эти марки часов, и все понимают, сколько денег вы носите на запястье. И это провоцирует. Вас наверняка ограбят. Поэтому, когда я путешествую, я всегда ношу хорошие часы, но относительно недорогие. Что бы ни случилось, я не чувствую в них себя какой-то мишенью, особенно в этих Таймэкс от Тодда Снайдера. У меня есть пара таких. Эти стоят 150 баксов. Они великолепны, показывают время, хорошо выглядят. И благодаря этому подходу я могу коллекционировать много других часов. Что касается парфюма, его должно быть как можно меньше. Мне больно это говорить, но вы можете вообще отказаться в данном случае от парфюма. Вам же не нужно распространять аромат, который приведет ищеек прямо по вашему следу, верно? А сейчас, ребята, если вам понравилось это видео, вам и это тоже зайдет. Серьезно, отличное видео. Кликайте по нему и переходите по ссылке. Серьезно, вы не пожалеете. Кликайте и проходите по ссылке. Один клик кнопкой мыши. Проявите качество шпиона. Клик и все. Никто и не заметит, что вы смотрите 25 видео с моего канала РМРС. Ну, кроме меня.